Всем привет! На прошлой неделе произошло глобальное обновление программ амбассадоров InVarch. Они включают в себя редизайн и иерархии организации дискорд-канала, изменение способов участия и поддержки InVarch, географическую организацию программы и еще больше возможностей для внесения вклада. Давайте рассмотрим их все по порядку. Пожалуй, самым важным обновлением является новая иерархия программы послов. Теперь она имеет четыре уровня. Во-первых, у нас есть глобальные послы. Они помогают менеджеру сообщества распределять баллы. Менеджер сообщества является главой сообщества InVarch Discord и контролирует программу послов InVarch, окончательно утверждая и распределяя баллы. Он также помогает глобальным амбассадорам, отвечая на их вопросы, обеспечивая бесперебойную и эффективную работу программы послов. Менеджер проводит ежемесячные встречи с участниками программы глобальных послов и дает им возможность высказать свое мнение о любых изменениях, которые они хотели бы увидеть и помочь реализовать в будущем для улучшения программы. Глобальные амбассадоры, в свою очередь, должны предоставлять еженедельный отчет обновлений по проекту своим региональным сообществам на их родном языке. А они несут ответственность за обеспечение точного и краткого перевода официальных материалов и должны свободно владеть английским языком. В дополнение, глобальный амбассадор отвечает за организацию мероприятий и встреч, спонсируемых инварч. Глобальные амбассадоры – это региональные послы, которые хорошо зарекомендовали себя и продемонстрировали лидерские качества, соответствующие этой роли. В одном регионе может быть не более трех таких амбассадоров. Далее у нас есть региональные амбассадоры, которые помогают проверять и предоставлять отзывы о работе, проделанных другими амбассадорами и модерируют дискорд-канал. В их обязанности входит проверка сообщений о мошенничестве и попытках фишинга. Кроме того, региональные амбассадоры помогают следить за соблюдением правил и рекомендаций, перечисленных в кодексе поведения, и могут наказывать или банить участников, которые нарушают правила. Региональные амбассадоры также рассматривают работу амбассадоров-кандидатов на предмет возможного продвижения, помогают управлять деятельностью послов своего региона и отчитываются непосредственно перед глобальными амбассадорами. Третий вид – это амбассадоры сообщества, которые помогают обеспечить его рост и процветание. Эти амбассадоры зарабатывают баллы за участие в проекте, создавая видео, графики, пишут статьи и проводя подкасты. Мы ожидаем, что не будет тепло приветствовать новых членов сообщества и помогать им отслеживать попытки мошенничества и фишинга, о которых они должны оперативно сообщить региональному амбассадору своего региона. Они также помогают модерировать сообщество на предмет неприемлемого содержания и сообщают о них региональному послу, когда находят их. И наконец-то у нас есть амбассадоры-кандидаты, которые проходят испытательный срок от 1 до 2 недель с момента одобрения их заявки. Кандидаты должны размещать качественный контент, иначе они не будут приняты в программу. Работы должны быть размещены в канале Discord. Как только кандидат докажет, что он может создавать качественный контент, региональные амбассадоры могут рекомендовать его для повышения. Глобальный амбассадор может одобрить повышение. В дополнение к новым ролям и интересной иерархии, о которых мы рассказали выше, команда InVarch изменила структуру Discord-канала проекта. Раньше чаты были разделены по языкам, теперь после обновления все изменилось. Разработчики убрали каналы, разделенные по языкам, и добавили кое-что более интересное. Каналы разделены по географическому положению. Это означает, что люди из Беларуси, Болгарии, Литвы, Польши, Румынии, России, Словакии, Украины и других славянских стран будут общаться в одном чате. Всего таких каналов будет 14. Далее изменения в видах деятельности амбассадоров. В настоящее время амбассадоры могут создавать инфографику, информационные видео, информационные статьи, полезные твиттер-трэды и тикток-видео. Но не все задания доступны рядовым членам сообщества. Твиттер-трэды и информационные видео теперь могут делать только региональные амбассадоры. Для обычных амбассадоров, которые ранее выпускали свои видео на ютуб, основной платформой теперь будет тикток. Некоторым людям не понравилось это изменение, но с помощью этого обновления команда инвар создала модель, при которой на ютуб публикуется только самый качественный контент от региональных амбассадоров. Кроме того, на тикток легче завоевать аудиторию, чем на ютуб. Это связано с алгоритмом тикток, который продвигает новичков, у которых нет подписчиков и в разы больше, чем раздел рекомендаций на ютуб. Насколько это изменение поможет росту сообщества, покажет только время. В систему оценки работ также были внесены изменения. Вы можете получить 2 балла за инфографику, которая должна быть информативной и радовать глаз. Вы также получаете дополнительный балл за каждое использование работы другими амбассадорами в своих статьях, видео или в твиттере. Допускаться создание 5 инфографиков в неделю. Это означает, что за одну неделю вы можете получить 10 или больше баллов. Если вы решите заняться написанием статей, то они должны быть информативными, с актуальной информацией, чтобы работа была засчитана. За статью объемом 2000 знаков амбассадор получит 3 балла. За 3000 знаков 5 баллов. Статья объемом 6000 знаков и более должны быть согласованы заранее для дополнительной оценки. Таким образом можно заработать 15 и более баллов в неделю. Чтобы получить баллы за тикток видео, вы должны сделать информативный ролик или представить январь в позитивном ключе. Вы можете получить 1 балл за видео продолжительностью до 1 минуты. После этого вам будет добавляться по 1 баллу за каждую дополнительную минуту. Максимально вы можете получить 3 балла за одно видео. Это означает, что вы можете заработать 9 баллов в неделю. Если вы являетесь региональным послом, то вы можете использовать твиттер тред для выполнения заданий. Ваш аккаунт должен быть информативным и ориентирован на январь. Вы должны сделать минимум 6 твитов, за что получите 1 балл. Плюс 1 дополнительный балл за каждые 4 твитов в треде. Вы можете создавать максимум 1 тред в неделю, а значит вы можете получить максимум 5 баллов. И как упоминалось в начале, только региональным амбассадорам разрешено публиковать информационные видео на ютуб. Таким способом можно получить 2 балла за видео длиной 2 минуты, 4 балла за 5 минутный ролик и 1 дополнительный балл за каждые 100 просмотров. Видео длительностью более 10 минут должны быть отговорены заранее для получения дополнительных баллов. Таким образом, за неделю вы можете получить около 8 баллов. Таким образом, если рядовой амбассадор был достаточно активным, то за неделю он сможет заработать 34 балла. А для региональных амбассадоров эта сумма достигает 47 баллов. Помимо всего этого, на этой неделе пользователям предстоит проанализировать огромное количество технического материала. Тем для обсуждения амбассадоров в данном нет предостаточно. Например, новый веб-сайт InVarch официально запущен. Дизайнеры проделали невероятную работу по созданию красивого сайта, который привлечет всеобщее внимание. После анонса и переноса блога на SubSocial и совместного запуска InVarch Reddit, команда также официально запустила собственный телеграм-канал. На данный момент это все изменения программ амбассадоров InVarch. Сейчас команда амбассадоров насчитывает более 700 человек. Это действительно внушительная цифра. Но планируется, что сообщество продолжит расти и количество амбассадоров вырастет до 1000 человек. А мы в свою очередь продолжим следовать за обновлениями и информировать вас о важных нововведениях InVarch. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...